Всем привет! В эфире Универ Ньюз, в студии Арина Михайлова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ вышел второй бюджетный приказ о зачислении. Казанский университет продолжает модернизацию своих клиник. В чем польза и вред серебряной воды? В Токио стартовало целевое совещание Всемирной ассоциации исследователей в области образования. Состав российской делегации возглавил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Ключевой темой встречи стало будущее демократии и образования, а именно реализация справедливости и социальной справедливости во всем мире в контексте педагогики. Докладчиками в области выступают выдающиеся ученые из самых разных стран мира, занимающиеся этой темой в своих исследованиях. А теперь к другим новостям. В Казанском федеральном университете вышел второй бюджетный приказ о зачислении на основные конкурсные места на очную форму обучения, на бакалавриат и специалитет. Подробнее в нашем следующем сюжете. Казанский федеральный университет каждый год принимает большое количество абитуриентов для подготовки специалистов по многим направлениям. 3 августа был опубликован второй бюджетный приказ о зачислении. По плану приема на бюджет 5 345 мест. Это включая филиалы, институт на Набережных Челнах и институт Емабыги. Это с учетом магистратуры, бакалавриата и специалитета. А также это очная и заочная форма обучения. Это вот общая цифра 5 345. Общее количество заявлений, поданных в этом году, составляет более 71 тысяча. 3 247 из них от иностранных абитуриентов. Учитывая баллы поступающих, уже сейчас можно назвать направление с наивысшим средним баллом за экзамен. Это лингвистика. По итогам первого приказа я могу вам сказать, что максимальная балла это направление лингвистика. Там 95,2 балла. Это средний балл ЕГЭ. Можете себе представить, сколько надо балла задать, чтобы пройти на это направление. Затем идет телевидение. Там 94,6 балла. Затем идет зарубежная филология. Это 94,4 балла. Затем международные отношения. Это 93,2 балла. И юриспруденция. Это 92,7 балла. Можно поздравить абитуриентов, успешно прошедших все испытания и включенных в список поступивших. Не увидевшим себя в них, не стоит расстраиваться. Ведь первый этап зачисления завершен. Однако впереди самый массовый, включающий контрактников. Айгуль Гемодиева, Универнгюз. Ревматоидный артрит. Это болезнь, распространенная по всему миру. Поражение суставов является опасным заболеванием. Эксперт КФУ рассказал нам, как сократить риск возникновения болезни. Подробнее в нашем следующем сюжете. Ревматоидный артрит является серьезным заболеванием. Болезнь характеризуется воспалением суставов. В основном кистей, стоп, коленных и локтевых. Происходит это воспаление в связи с тем, что иммунная система начинает атаковать свой собственный организм. И первыми на пути этих атак становятся именно периферические суставы. Суставы при этом воспаляются, болят. Но самое страшное, что при ревматоидном артрите происходит их довольно быстрое и скорое разрушение. В связи с чем все деформации суставов происходят и человек становится за короткое время инвалидом. Помимо инвалидности ревматоидный артрит сокращает продолжительные жизни и повышает риск сердечных заболеваний. Именно поэтому врачи рекомендуют обращать внимание на симптомы, чтобы начать лечение на первой стадии болезни. Первые признаки заболевания это боль в суставах. При этом боль довольно-таки специфичная. То есть это боль в покое, зачастую это боль в ночное время, ближе к утру, в утренние часы. Суставы также внешне претерпевают изменения, то есть они становятся отечными, они попроснели, они болят. С утра человек ощущает скованность в суставах. Следующие стадии характеризуются серьезными проблемами в суставах. Они подвергаются деформации, появляются подвывихи и эрозии. Принято считать, что ревматоидный артрит – заболевание пожилых людей. Однако оно регулярно встречается и у молодых. У нас есть конкретный пример, когда пациентка довольно-таки молодого, активного возраста, чуть за 40 лет, страдала именно такими симптомами. Поначалу она не обращала внимания на это, принимала какие-то обезболивающие препараты. Пациентка пришла уже практически на второй-третьей стадии этого заболевания к ревматологу. За короткое время, естественно, сустав в дальнейшем мог просто прийти в негодность. Как правило, склонность к болезни имеется и у ближайших родственников. В этом случае врачи рекомендуют ряд предостережений. Нужно в первую очередь стараться избегать переохлаждений, избегать контактов с инфекциями и стараться не пребывать в местах, особенно в климатических зонах, которые отличаются от привычных. Что, в принципе, может явиться стрессовым фактором для иммунной системы и ее активировать. В связи с чем может произойти дебют этого ревматического заболевания. Артем Дупичкин, Виолетта Басова, Универньюс. В Казанском федеральном университете продолжается модернизация объектов университетской клиники. Так, бывшее здание Республиканской клинической больницы номер 2 по адресу Чехова 1 сейчас находится на финальной стадии ремонта. Более подробнее в нашем следующем сюжете. Казанский федеральный университет продолжает реконструкцию и модернизацию университетской клиники. Так, здание, в котором ранее располагалась Республиканская клиническая больница номер 2 по адресу Чехова 1, сейчас находится на финальной стадии ремонта. Отметим, что именно с нее еще в 2016 году начались первые работы по модернизации инфраструктуры университетской клиники. Это семиэтажные здания. В прошлых годах мы там сделали очень серьезные работы по модернизации пятого этажа и сделали оснащенные по современным требованиям хирургическое отделение, плюс реанимационные палаты. В настоящий момент начатые работы на втором этаже площадью ориентировочно где-то около 750 квадратных метров. Там будет у нас палатный фонд, предназначенный для платного пребывания пациента. В отделении планируется высококачественная отделка помещений с необходимыми санитарными узлами, с одним или двухместным размещением и с полным спектром необходимого медицинского обслуживания. Мы будем внедрять панель, несколько непривычную для Российской Федерации, когда не пациент ходит за врачом и поступает в какое-то отделение по профилю, а пациент, а именно врач будет ходить к пациенту и оказывать ему услуги. И, соответственно, в этом отделении предполагается, что будут находиться у пациента совершенно различных профилей. Мы делаем палаты повышенной комфортности на одного, максимум на два человека. В этих палатах, надеемся, пациенты будут находиться короткое время, то есть это палаты на бойке короткого пребывания, один-два дня. И, соответственно, весь спектр услуг, которые оказывает наша медицинская часть, будет выполняться на данных войках. Ремонтные работы на этом объекте планируется завершить уже ко дню рождения Казанского федерального университета. Лилия Талипова, Универньюс. Серебряная вода – это жидкость, ионизированная серебром. Людям давно известно, что таким образом вода дезинфицируется, но у нее есть и свои минусы. Подробнее смотри далее. Про пользу ионов серебра известно давно. В наше время многие люди добавляют в питьевую воду серебряные монеты, благодаря которым происходит ее дезинфекция, что, несомненно, является плюсом. Но не стоит забывать про то, что в современном мире питьевую воду дезинфицируют и другими способами. Если говорить сейчас, то, в общем-то, обрабатывать серебром, по большому счету, воду из системы центрального водоснабжения особо нет, потому что ионы серебра, конечно, обладают небольшими средствами, небольшими свойствами дезинфекционными. Но вода, которая поступает и в центральный систему водоснабжения, она, в общем-то, очищается и без этого, хлорируется, то есть разного рода болезнетворные бактерии и прочие из нее ударяются. Но не говоря уже про то, что, в общем-то, сырую воду мы не пьем, мы ее обычно кипятим. Стоит также отметить отрицательные качества серебряной воды. Чрезмерное употребление такой жидкости может негативно сказываться на здоровье человека. Прежде всего, это касается печени и почек. При этом серебра все же относится к тяжелым металлам, и большие количества серебра, ну, как любого другого тяжелого металла при приеме внутрь, они будут поражать фильтрующие органы, печень. Есть даже такая профессиональная болезнь ардиелия, которая связывалась с избыточным поступлением в организм большого количества ионов серебра. В современном обществе питьевая вода проходит несколько этапов дезинфицирования. Даже путем кипячения ее можно очистить. По словам эксперта, смысла в приеме серебряной воды нет. Адель Вафин, Универ Ньюс. На этом наши новости подошли к концу. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. С вами была Арина Михайлова. Еще увидимся. Пока-пока.